Добрый день! Добрый день! Мы находимся в Воронежской области, Анинский район, КФХ «Конопкин». В этом году применялся наш препарат на сои «Крузер Макс» и инокуляция от УВА. Мы сейчас находимся на поле, которое было посеяно 30 апреля. Глубина сева здесь 4-5 см. Соя сейчас развивается очень хорошо. Мы видим хорошую окраску, у нее вся она хорошая зеленая. Клубеньковые бактерии очень хорошо развиваются. Сейчас мы вам это продемонстрируем. Мы видим растение сои, которое находится в фазе цветения. Если мы обратим внимание на корневую систему, то мы увидим, что клубеньковые бактерии расположены не только на центральном корне, но и на боковых, и они живые, они светлого цвета, они очень активно работают. И отсюда мы можем сделать вывод, что соя не будет нуждаться в азоте во все критические периоды своего развития. Здравствуйте. Меня зовут Долгов Андрей Георгиевич. Я работаю главным агрономом в КФХ Анопкино. В КФХ Анопкино насчитывается полторы тысячи земли. Она расположена в Анинском районе, в Воронежской области и в Паинском районе. Приблизительно одинаковое количество здесь и там. Мы выращиваем пять культур – сою, подсолнечник, кукурузу, озимый и ячмень. Под сою у нас 290 гектар. В этом году мы посеяли сорт мезинка, первая репродукция. Осенью вносили по полтора, по разным полям, где полтора, где два центера азофоски. Нормы высевают 90 килограмм на гектар. Это где-то порядка 700 тысяч растений. Сроки сева были оптимальны. Мы посеяли с 30 апреля по 5 мая. Для обработки семян в этом году мы закупили, решили попробовать Крузер Макс, компания Сингента и Атова, инокулянта. Разница заметна. Всходы, где было протравлено Крузер Макс, Атова, практически составляли 97-98%. На непротравленном участке были повреждены, видно, вредителями. Из-за погодных условий схожесть была 80-75%. По всходам, по всем, по развитию растений, развитию клубниковых бактерий на корнях значительно отличается от необработанных семян. Но еще будем смотреть по урожайности, по качеству зерна. Обратим на это внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!